1897 год В газетах это существо описывалось как нечто, принадлежащее другим мирам. Говорят, что тело захоронили на местном кладбище. Так родилась легенда. Я не знаю лучшего примера встречи с НЛО. Реальность или вымысел, правда или миф? Мы откроем вам секретные архивы НЛО по делу Техасский Росвелл. То, что случилось в Росвелле в 1947 году, возможно, является одной из самых известных историй крушения НЛО всех времен. Но была ли она первой? 17 апреля 1897 года загадочный летающий объект был замечен в небе над маленьким городком Аррора в окрестностях Форт Уорсо. История крушения НЛО в Вороре не вызывает сомнений. В газетах того времени сообщалось, что ранним утром 17 апреля 1897 года большой сигарообразный объект, вибрируя, приближался к земле все ближе и ближе. И, в конце концов, врезался в ветряную мельницу судей Проктора. Через некоторое время объект взорвался, и его обломки разбросало по округе. Спустя два дня, 19 апреля 1897 года, в газете «Даллас Монинг Ньюз» появилось сообщение. Около шести утра жителей городка Аррора поразил появившийся в воздухе необычный объект. Он направлялся строго на север и держался очень близко к земле. Корабль пролетел над городской площадью, достиг северной части городка, и там столкнулся с ветряной мельницей местного судьи Проктора. В результате сильнейшего взрыва, разметавшего обломки корабля по всей окрестности, были разрушены ветряная мельница, водяной бак и цветочный сад судьи Проктора. Легенда гласит, что многие жители Аррора бросились на ферму судьи Проктора, чтобы оказать ему посильную помощь. То, что они там обнаружили, было выше их понимания. В «Даллас Монинг Ньюс» говорится, что среди обломков корабля лежало странное тело. Можно предположить, что это единственный находившийся на борту пилот корабля. Его тело сильно обезображено, но, несмотря на это, можно заметить, что оно достаточно необычно. Господин Уимс из службы связи Вооруженных сил США, специалист по астрономии, находящийся на службе в этом городе, считает, что погибший — житель планеты Марс. Согласно описаниям Уимса, внешне это существо походило на пришельца. Уимс назвал его марсианином. В то время изображения марсиан часто встречались в иллюстрациях к произведениям писателей-фантастов, поэтому он и сделал такой вывод, отчасти обусловленный, как я считаю, литературой. Конечно, меня там не было. Поэтому я не могу с уверенностью сказать, кто управлял кораблем. Всю информацию я черпаю из газетных статей того времени. Я тщательно изучил все материалы и не сомневаюсь, что останки однозначно указывают на неземное происхождение этого существа. Согласно сообщению газеты «Форт Уорс Реджистер», пришелец погиб. И был похоронен на городском кладбище по христианским обычаям. Обломки корабля сбросили в колодец. Жители городка попытались как можно скорее забыть об этом происшествии. Я не думаю, что они хотели сделать вид, будто ничего не произошло, но, возможно, эти события никак не укладывались в их головах. На безымянной могиле был установлен маленький надгробный камень и указано место крушения корабля. Но через несколько десятилетий покой инопланетного существа был нарушен, шли годы. Свидетелей событий 1897 года становилось все меньше. В конце концов, эта история превратилась в легенду, красивую сказку, которую многие сегодня считают чистым вымыслом. Газеты перестали интересоваться происшествием Варора, а захоронение уже не привлекало к себе прежнего внимания. Моя первая реакция на историю Варора, признаюсь, я воспринял ее с легким недоверием, но если вы писатель, вам просто необходимо по меньшей мере попытаться докопаться до истины, и это заставило меня начать собственное расследование. В первую очередь я обнаружил, что происшествие Вароре было далеко не единственным. Я приехал в редакцию Dallas Morning News в полной уверенности, что эта история была опубликована на первой странице, но оказалось, что все совсем не так. Статья была размещена на пятой странице. И меня заинтриговал тот факт, что это было не единственное сообщение об НЛО. На самом деле, в 19-м апрельском номере газеты появилось более десятка статей, в которых сообщалось о таинственных летающих объектах. В этом же районе, за два дня до известных событий, было замечено 16 неопознанных объектов. 16 свидетельств были даны почтенными и уважаемыми гражданами. В конце ноября 1896 года тысячи очевидцев наблюдали таинственный воздушный корабль в небе над Калифорнией, на высоте 2500 километров над землей. На протяжении последующих нескольких месяцев эта история получила дальнейшее развитие в 20 других штатах, от Калифорнии до Мичигана. В одном только Техасе инопланетный корабль был замечен более чем в 30 округах. За эти два месяца, 1897 года, сотни техасцев наблюдали в ночном небе над своим штатом странный объект сигарообразной формы. Кто-то говорил, что видел на нем огни, другие утверждали, что ничего подобного не было. Говорили, что он перемещался со скоростью 250 или даже 450 километров в час. Он совершал такие маневры, на которые не способны даже современные летательные аппараты. Для человека конца 19 века сказать, что объект пролетел над его головой со скоростью более 150 километров в час, это все равно, что сообщить сегодня о чем-то, летящем по воздуху со скоростью в несколько тысяч километров в час. Техасский историк Уоллес Черритон сконцентрировал свое внимание на так называемых свидетельствах очевидцев событий, описанных в газетах. Я пытался всем доказать, что это были реальные люди. Я сам очень обрадовался, когда выяснил это. Да, они на самом деле были реальными людьми. Когда я впервые услышал обо всех этих историях с воздушными кораблями, я очень разволновался. Это не были одиночные события. Люди по всей стране наблюдали нечто необычное. Это подтверждало достоверность событий тех дней. Что же все-таки они видели? Уверен, они не понимали, что происходит. Но они действительно наблюдали нечто необычное. Был ли это воздушный шар? Возможно. Но уж точно не самолет, так как в то время их еще не было. Первый полет на созданном руками человека в воздухоплавательном средстве состоялся в 1903 году. Это был полет братьев Райт. Поэтому то, что летало над Техасом в 1897 году, не было творением человека. На самом деле воздушные шары, наполненные теплым воздухом, широко использовались в конце 19 века. Однако они не были способны совершать сложные маневры. Например, повороты под прямым углом или быстрые изменения высоты полета, которые описывали очевидцы. Существовали зарегистрированные патенты и более совершенных воздухоплавательных средств. Но ни один из них не был выдан в тот период времени. Мы говорим о том, что не существовало в 1897 году, но о том, что наблюдали тысячи людей. И это лучший пример встречи с НЛО из всех мне известных. Вскоре после сообщения о крушении Ворори, случаи наблюдения НЛО прекратились. Все чаще стал возникать вопрос, отражают ли эти свидетельства реальные события, или они лишь часть мистификации. Если исключить из свидетельств очевидцев явно выдуманной истории, просто забыть о них. У нас останется несколько сотен человек, самых обычных людей, у которых не было абсолютно никаких мотивов в рай. Они просто что-то заметили и хотели об этом сообщить. На протяжении многих лет мы исследовали сотни, тысячи сообщений об НЛО. Люди видели, как эти объекты приземлялись и улетали. Но в Вороро мы имели дело с конкретными фактами. НЛО взорвался, и на месте крушения был найден пилот. Я считаю, что крушение Вороро самое интересное из всех нам известных, для того, чтобы изучать на его примере летающие объекты. Оно произошло задолго до того случая в Розвилле. И никто ничего не предпринимал, чтобы скрыть следы происшествия. О нем мало кто знал. «Арора», Техас, 1897 год. За 50 лет до событий в Розвилле. В газетах сообщалось о крушении корабля и погибшем пришельце, похороненном на кладбище «Арора». Но прошли годы, и события тех дней канули в лету. Позже, через 70 лет, об этом происшествии вновь вспомнили. В 1973 году Билл Кейс написал несколько статей для «Даллас Монинг Ньюз», которые имели большой резонанс в Штатах. Вновь возник интерес к крушению НЛУ Ворора, которое произошло в 1897 году. Легенда возродилась. Уфологи со всей страны устремились в «Арора», чтобы раскрыть тайну предполагаемой могилы инопланетянина. Хайден Хьюз, основатель Международного бюро по изучению НЛО, был среди тех, кто первым прибыл в «Арора». Я считаю случай в «Арора» выдающимся, так как там разбился воздушный корабль и захоронено тело пилота, которое можно эксгумировать и исследовать, если оно действительно там находится. «Арора» — это особый случай. Здесь было найдено тело, предположительно, инопланетянина. Существует очень мало останков, связанных каким-либо образом с НЛО, по которым можно восстановить образ пришельцев. Ни одно из этих происшествий не было так подробно описано, как крушение «Арора». Уверен, что пилот корабля, как его назвали, действительно был очень похож на инопланетное существо. Я уверен в этом. Он был небольшого роста, это свойственно тому типу существ, которых очевидцы чаще всего видят на борту НЛО. Маленького роста, размером с ребенка. Тело, место крушения, обломки воздушного корабля. Хьюз не задумывался, реальность это или мистификация. Он взялся за расследование этого дела. Когда мы приехали в «Арора» в первый раз, мы были очень удивлены. Местечко это оказалось совсем не таким большим, как мы его себе представляли. Мы попытались найти городок, но позвольте, где он? Мы просто проехали через него. Вот кладбище, вот холм, в этой стороне ветряная мельница, здесь у нас несколько жилых домов или магазинов. Этим все и ограничилось. Еще один сюрприз отношения местных жителей к Хьюзу. Казалось, они не проявляли никакого интереса к разгадке этой тайны. Иногда они открывали нам дверь, когда мы хотели с ними поговорить, а иногда нет. Порой нам запрещали посещать кладбище. Вообще, если говорить о царившем там настроении, ну, скажем так, они не хотели во что-либо ввязываться. Мое приподнятое настроение, мой оптимизм сменились сильным разочарованием. Казалось, что жители этого городка были изначально настроены против нас. Но чуть позже Хьюз и другие исследователи НЛО сделали в Арроре великолепное открытие. Они получили свидетельство крушения из первых рук. Они нашли очевидцев тех событий. Некоторые воспоминания уже потускнели, другие были неполными. Ведь возраст свидетелей превышал 80 лет. Уфолог Джим Марс был одним из первых опросивших жителей городка. В 1973 году я опросил трех человек, которые жили в то время там. Одна из них, пожилая женщина Робби Хэнсон, сказала, что это была мистификация. Но она не была непосредственным свидетелем событий и сама ничего не видела. Ей рассказывал об этом отец. Он всегда смеялся, когда вспоминал об этом случае и говорил, что это неправда. Но затем Марс пообщался с двумя очевидцами, которые явно противоречили Хэнсон. Ему удалось получить дополнительную информацию о крушении из первых рук. Ее звали Мэри Эванс. Она помнила о крушении загадочного объекта. Ее родители были на месте крушения, но не позволили ей пойти вместе с ними. Получается, что она тоже сама ничего не видела, но утверждала, что такой случай имел место. Затем я пообщался с Чарли Стивенсоном, которому тогда было 10 лет. В то утро он помогал родителям по хозяйству во дворе своего дома и видел, как гигантский объект пролетел по небу. Он сказал, что за ним тянулся шлейф Бима, и казалось, что корабль вот-вот взорвется. Стивенсон видел, как корабль исчез близ Аррора. Затем он услышал взрыв и увидел облако дыма. Мальчик хотел пойти посмотреть, что произошло, но его отец запретил ему. Отец Стивенсона отправился в город только на следующий день, и когда вернулся, рассказал сыну о крушении. Помимо рассказов очевидцев, уфологам стала известна история жителя Аррора, которая значительным образом повлияла на ход расследования. Броли Отец страдал хроническим артритом и был уверен, что его болезнь связана с легендой Аррора. Броли Отец жил на месте крушения. Он перебрался сюда в 1945 году. Первым делом Отец очистил колодец от сброшенных в него когда-то обломков воздушного корабля, ведь ему нужна была вода. Отец считал, что именно вода, которую он и его семья пили в течение 12 лет, серьезно повлияла на их здоровье. У Отец развилась тяжелая форма артрита рук и другие болезни, до сих пор неизвестные медицине. Не понимаю, как он вообще жил, ходил, работал с такими руками. Они так сильно раздулись, казалось, их может просто разорвать. Временами они набухали так, что становились больше мячиков для гольфа. Он был уверен, что это из-за воды в колодце. Он говорил, что она была испорчена теми обломками, которые он оттуда когда-то выгреб. Ну, он так считал, и я думаю, в этом есть доля правды. Броли Отец сказал мне, что болезни были вызваны радиацией из колодца, куда жители Арроры сбросили обломки космического корабля. Отец засыпал этот колодец, похоронив вместе с ним и ключ к разгадке тайны. Найти научные доказательства, которые подтвердили бы крушение НЛО, становилось все трудней и труднее. Мы не можем основываться на легендах. Нам нужны факты, которые можно представить, например, в суде, и доказать, что такой случай действительно имел место. И тайна будет разгадана. В 1973 году исследователи нашли место крушения НЛО и кладбище, где они надеялись обнаружить свидетельства, сохранившиеся через 75 лет после крушения. Ольна РЕН-ТВ Во время расследования крушения Варрора в 1973 году были найдены свидетельства, однозначно указывающие на то, что это событие действительно имело место. Бытовало мнение, что на местном кладбище захоронен пришелец. Однако, несмотря на свидетельские показания, уфологи понимали, что им необходимы научные доказательства. Они надеялись найти обломки корабля, оставшиеся после крушения, на территории бывшего владения судьи Проктора. Сейчас, вероятно, основной вопрос, занимающий всех специалистов, это куда делись металлические обломки. Я думаю, самая правдоподобная гипотеза звучит следующим образом. Все найденные остатки были захоронены в колодце. Найти колодец оказалось достаточно просто, однако вскоре исследователи столкнулись с другой проблемой. Колодец был закупорен много лет назад новым владельцем этой земли Броли Отцом. Старый колодец был закрыт большой бетонной плитой размером 3 на 3 метра, и сдвинуть ее было практически невозможно. Это было очень-очень трудно. Обескураженные исследователи решили применить другие методы поиска. Они пытались найти обломки вокруг колодца, используя металлоискатель. Распознавая по сигналу прибора различные металлические предметы под землей, они выкапывали их. Некоторые из них были самыми обычными вещицами, которые вы можете найти в земле. На месте крушения были найдены гвозди, болты и многие другие вполне опознаваемые предметы, однако кое-что все-таки привлекло внимание исследователей. Один из уфологов из «Корпус Кристи» нашел очень важный предмет, который затем был исследован Джоном Часфордом. В 1973 году этот предмет обследовали дважды. Мне его передали сразу же после того, как выкопали из земли. Я изучал его в аэрокосмической лаборатории, которая предназначалась для обработки авиационных и космических деталей. Она была оснащена самым лучшим и современным оборудованием. Здесь был проведен первый анализ, который показал необычную природу образца. Обнаружилось, что металл содержал 95% чистого алюминия и 5% железа. 5% железа в сплаве с алюминием — это противоречие. Такого сплава не бывает. Обычно его содержание не более 1%, а там, где есть железо, обычно присутствуют цинк и другие вещества. Но в нашем случае никаких других примесей не было. Несмотря на то, что крупная аэрокосмическая лаборатория, где впервые был исследован образец, пожелала остаться неизвестной, полученные результаты были проверены в лаборатории НАСА в Хьюстоне, Техас. Ученые пришли к одинаковым выводам. Сотрудники лаборатории продолжили исследование образца с тем, чтобы объяснить его происхождение. Мы получили следующий результат. Этот объект взорвался. Во время мощного взрыва металл расплавился, столкнулся с землей, затвердел и остыл. Структурный анализ материала показал, что он охладился на земле после того, как расплавился в воздухе. Эта версия подтверждает легенду. Но удалось ли обнаружить неоспоримые доказательства крушения НЛО в Арроре? Найденный и исследованный в 1973 году материал не мог быть изготовлен в те времена в городке Аррора или где-либо еще. Он мог быть получен только в оснащенной, по последнему слову, технике лаборатории, где использовались бы сверхчистые технологии. Это невероятное ощущение, когда вы знаете, что держите в руках частичку космического корабля. Газеты быстро подхватили новость о новом расследовании крушения НЛО. В результате правдивость многих сообщений с места происшествия можно было поставить под сомнение. Возьмем, например, случай с различными образцами, отправленными доктору Тому Грею, профессору Канзасского государственного университета. Однажды кто-то постучал в мою дверь. Это был мужчина. Он держал в руке два образца, якобы найденные на месте крушения неопознанного летающего объекта 1897 года. Коллега доктора Грея попросил его сделать анализ образцов, чтобы определить, являются ли они обломками космического корабля из Аррора. То, что вы сейчас видите, исследованный артефакт. Я показал один из предметов своему коллеге. Он сразу спросил меня, где ты достал эту крыльчатку водяного насоса? Так оно и оказалось. Этот предмет уж точно не был частичкой космического корабля. Определив земное происхождение первого образца, доктор Грей продолжил исследование двух оставшихся металлических полос. Обнаружив, что они преимущественно состоят из железа, он сделал необычное открытие. Я решил проверить их магнитные свойства, просто поместив эти предметы рядом с другими металлами и магнитом. Взаимодействия не произошло, и мне показалось это интересно. Озадаченный доктор Грей нашел авторитетного специалиста в металлургии, чтобы обсудить с ним этот необычный факт. Оказалось, что железоцинковый сплав может быть как немагнитным, так и магнитным. Доктор Грей опубликовал предварительные результаты своего исследования в университетской газете. На следующий день в газете была напечатана статья под заголовком «Ученый-физик» обнаружил немагнитный металл на месте крушения НЛО в «Ароре». Там не было ни слова сказано о том, что мне еще предстоит большая работа, чтобы окончательно выявить природу этого явления. Но, конечно, было слишком поздно. Слово не воробей. В результате, доктор Грей, его открытие и деталь космического корабля из «Ароры» стали частью легенды. Однако многое здесь было представлено в ложном свете. Газеты иногда слишком спешат представить публике горячие новости. Зачастую эти новости не соответствуют реальности. Нужно признать, что мы приняли желаемое за действительное. Нам просто хотелось верить в то, что все это было найдено на ферме в «Ароре» в Техасе. Изучив все, что можно было найти на месте крушения, исследователи продолжили поиски на местном кладбище. Жители утверждали, что среди обломков космического корабля было найдено сильно обезображенное тело. По легенде, его похоронили на местном кладбище, согласно христианскому обычаю. Мы пытались определить, где находятся самые старые захоронения. Было вполне логично начать поиски именно с них. Когда исследователи начали работу, один из местных жителей сказал, что они ищут не в том месте. По его словам, раскопки нужно было вести под столетним искривленным деревом, на котором дикие пчелы построили большой улей. Именно там ученые обнаружили маленький надгробный камень. На нем было странное изображение. Уверенные, что могила инопланетянина, наконец найденной исследователи всеобщей уфологической сети, или MUFON, заявили еще об одном необычном открытии. Когда они приблизились к могиле, где был установлен этот надгробный камень, их металлоискатели показывали такую же чистоту, как и в том месте, где они извлекли из земли артефакты. Уолтер Эндрюс, бывший международный директор MUFON, убежден, что между артефактами на месте крушения и могилой существует связь. Обнаруженный в могиле металл подтверждал, что вместе с телом были захоронены обломки космического корабля с места крушения. Это было важным открытием, которое связало воедино два звена легенды. Чтобы изучить содержимое могилы, мы послали каждому члену правления кладбища в Ароре официальное письмо с просьбой разрешить эксгумировать тело. Но правление кладбища было решительно настроено против нас. Они категорически запретили проводить эксгумацию. Все наши попытки договориться яростно пресекались. А в тот день, когда мы хотели прийти на кладбище, они обратились к шерифу округа Уайс с просьбой направить туда полицейских. Шериф сказал, «Жители не хотят, чтобы вы копали на территории кладбища, так как им очень дорого это место. Они не желают ничего слышать ни о раскопках, ни об эксгумации». Мы, конечно, были разочарованы, ведь изучение этой могилы могло бы принести невероятные результаты. Впервые было бы обнаружено тело инопланетного существа. Спустя две недели патрули были сняты, а исследователи из Муфон потрясли новые факты. Когда мы, наконец, смогли вернуться на кладбище, металлоискатели больше не подавали никаких сигналов. Мы понятия не имели, куда и каким образом все исчезло. Затем их постигло еще одно разочарование. Кто-то воткнул в землю трехдюймовую трубу и, вероятно, извлек из могилы весь металл. Один из наших исследователей проверил могилу металлоискателем и не обнаружил никаких металлических предметов. То, что могло стать разгадкой тайны Варроре, исчезло. Действительно ли событие в Варроре можно назвать техасским Розвиллом? В 1973 году исследователи попытались это выяснить. Как о происшествии в Розвилле 1947 года, крушение Варроре превратилось в легенду, которая со временем обросла новыми фактами и становила все более запутанной. Каждый новый виток в расследованиях приводил к появлению среди скептиков новых контраргументов. Их гипотезы варьировались от воздушных шаров, парящих высоко в небе, до утверждения о том, что легенда Варроры была выдумана с одной единственной целью — спасти умирающий городок. Самая распространенная гипотеза, которая объясняет крушение 1897 года, это гипотеза воздушного шара. Но, к сожалению, чисто физически такой объект не мог быть воздушным шаром. Не существует шаров, которые поднимаются в воздух и опускаются со скоростью света, а также поворачиваются под прямым углом. Воздушные шары так не летают. Я в этом уверен. Не думаю, что эта гипотеза здесь применима, ведь существует подробное описание воздухоплавательных средств тех времен. Даже в 40-х годах правительство пыталось заставить нас поверить, что пилоты ВВС сталкивались всего лишь с воздушными шарами. Даже всем известное крушение в Розвилле в 1947 году было представлено как крушение воздушного шара. Эта гипотеза уже очень стара. Принимая во внимание все эти факты, даже самые убежденные скептики отказались от версии воздушного шара. По другой гипотезе, статья, опубликованная в газете Dallas Morning News 19 апреля 1897 года, была просто выдумана автором. Я считаю, что история в Арроре была сфабрикована Хайденом. Я разыскал нескольких людей, которые помнили, что их родители отзывались о Хайдене как о большом шутнике. Это был великолепный розыгрыш, хотя некоторые и не хотят этого признавать. Я слышал, что автор этой статьи, господин Хайден, был шутником и мистификатором, но доказательств, подтверждающих это, я не обнаружил. И ни одна из его других статей не вызывала сомнений. Несмотря на то, что Черитон испытывал постоянное давление со стороны некоторых исследователей, он преподнес им убедительный аргумент в пользу своей версии. Если Хайден был репортером, а не мистификатором, то почему он не продолжил свою историю, не описал церемонию захоронения пришельца, возведения маленькой надгробной плиты над могилой, не рассказал, как кто-то произнес молитву, или какие-то были замечательные похороны и тому подобное. Ничего этого не было. Мэр Арроры, Барбара Брамер, в течение многих лет изучала историю своего города. Она убеждена, что легенду Арроры необходимо сохранить. Легенда о крушении корабля появилась после целого ряда бедствий, которые обрушились на наш городок. Первое из этих бедствий – нашествие насекомых-вредителей, которые полностью уничтожили выращенный урожай хлопка. Вскоре после этого трагического события в западной части города пожар уничтожил несколько домов. В результате погибли люди. Однако на этом смерть не закончила свой кровавый поход. Через несколько дней после пожара вспышка сыпного тифа унесла жизни многих жителей Аррора. Это произошло в 1896 году. Жители делали все, чтобы выжить. В одночасье весь город будто вымер. Люди покидали свои дома только для того, чтобы похоронить близких. В начале 1890-х годов у жителей Аррора появился слабый луч надежды. Через город должна была пройти железная дорога. В направлении Аррора власти собирались проложить дополнительную ветку от основной линии железной дороги. Она должна была пройти западом, но ее строительство завершилось в 45 километрах от города. Жители Аррора называли этот проект железной дорогой, которой никогда не было. Жители городка совсем пали духом. Многие считают, что именно череда этих событий послужила поводом для рождения легенды Аррора. Городу очень нужна была железная дорога, чтобы торговать и развиваться, но ее так и не проложили. Поэтому Аррор стал приходить в упадок. Его жители переезжали в другие места. А оставшиеся в городе люди нуждались хоть в какой-то перспективе. Я уверена, что именно поэтому кто-то и придумал историю о крушении инопланетного корабля. Хотя гипотезы мэра Барбары Праммер достаточно убедительны, скептики продолжают искать новые факторы, разоблачающие версию крушения НЛО. Некоторые утверждают, что у судей Проктера не было ветряной мельницы, поэтому вся эта история фальсификация. Чарли Стивенс доказал, что мельницы действительно не было, но имелась деревянная вышка, которую судья использовал для очистки от грязи колодца. Поэтому давайте не будем углубляться в семантику. Там была деревянная вышка, и объект мог врезаться именно в нее. Когда я проводил расследование, я нашел металлические угловые скобы, которые поддерживали деревянные балки конструкции. Одна из этих скоб до сих пор находится здесь. Еще одна деталь этой истории была подвергнута критике. Изначально тело инопланетянина идентифицировал некий господин по фамилии Уимс, специалист по астрономии. Однако скептики утверждают, что этот самый Уимс был городским кузнецом, и ни в коем случае не астрономом, как писали тогда газеты. Чарли Стивенс утверждает, что Уимс увлекался астрономией. У него был свой телескоп, и все его знали как специалиста по астрономии. Поэтому говорить о его безграмотности в этой области совершенно нелепо. Он был очень хорошо образован для своего времени. Несмотря на многочисленные гипотезы, которые исследователи, журналисты и скептики могут нам предложить в качестве объяснения случая в Арроре, никто из них не может не согласиться с одной вещью. Я до сих пор считаю, что это очень красивая история. Замечательная история. Меня тогда не было на свете, но я слышал эту историю от своего деда. У нас есть одна старая поговорка про... В 20.00 на РЭН-ТВ. Прошло более 100 лет с того момента, когда спокойствие тихого провинциального городка Аррора нарушило якобы крушение воздушного корабля. Возможно, мы никогда не узнаем правды об этих событиях, как и в случае с Розвиллом, штат Нью-Мексико, который имел место в 1947 году. Но для некоторых уфологов происшествие в Арроре является ключом к разгадке феномена НЛО в целом. Происшествие в Арроре особенно важно потому, что там было обнаружено тело пришельца. Сотни людей были свидетелями этого события. Они давали одинаковые показания в самых разных уголках Соединенных Штатов. Мы видели, что случилось в Розвилле, что произошло в других местах. Однако именно в Арроре мы найдем ответы на все вопросы, потому что в те времена еще не существовало современной цензуры. Этот когда-то быстро развивавшийся городок, численность населения которого достигала трех тысяч человек, сейчас насчитывает лишь около 400 жителей. Город уменьшился в размерах, однако количество споров вокруг событий столетней давности только возросло. Легенда о загадочном воздушном корабле разделила жителей Арроры на верящих в нее и скептиков. Аррор стал известным благодаря этой легенде, которая пережила многих и многое. Некоторые думают, что это лишь забавная шутка. Они не верят в эту историю, потешаются над ней. Считают, что это мистификация чистой воды. Здесь мы имеем дело с вопросом веры. Я понял это, когда впервые занялся этим расследованием. В маленьком городке Аррора половина жителей говорили «Нет, это мистификация», а другая половина утверждала, что это произошло на самом деле. У меня сложилось такое впечатление, что жители считали, будто мы насмехаемся над ними и их маленьким городком. Казалось, что они не имеют никакого отношения к загадке и крушению НЛО. У меня всегда было такое ощущение, и, возможно, они просто не хотели поднимать эту тему. Несмотря на двойственные отношения жителей города к известной легенде, в 1976 году на месте предположительного захоронения останков инопланетянина была установлена мемориальная табличка. Прежний надгробный камень был украден, поэтому сегодня установить точное место захоронения пилота НЛО невозможно. Это единственное на данный момент, что могло бы меня удовлетворить. Но, конечно, мы не будем перекапывать кладбище, чтобы найти тело пришельца. Нам остается второй вариант исследования колодца. Несмотря на то, что ветряной мельницы рядом с колодцем уже давно нет, в 1945 году эта часть собственности судьи Проктора была приобретена Броли Отсон. В Арроре давно ходили слухи, что колодец на этом участке отравлен радиоактивными обломками. Более ста лет назад родилась еще одна легенда о таинственной земле, где нет никакой растительности. Когда в 2005 году мэр города рассказал об этом Хайдену Хьюзу, это вновь подогрело его интерес к загадке Арроры. Для меня Аррор — это возможность получить доказательства, которые подтвердили бы или опровергли бы существование НЛО и пришельцев. Когда в первый раз мы вернулись с пустыми руками, я воспринял это как поражение, ведь доказательства все еще были там, возможно, на полуметровой глубине под нашими ногами. Увы, тогда нам не удалось найти ничего стоящего, что позволило бы сказать, вот это находка, давайте продолжим наше исследование. Итак, через 30 лет Хайден решил вновь посетить вероятное место крушения инопланетного корабля. Вот это предполагаемое место крушения воздушного корабля. Мы сейчас на вершине холма, вокруг нас простирается долина. Это бывшая собственность судьи Проктора. Его ветряная мельница находилась здесь, а здесь был колодец, который потом забетонировали. Пройти на эту территорию не составляет никакого труда, однако тот самый колодец судьи Проктора огражден колючей проволокой. В рамках исследовательской программы мы несколько раз обращались к властям с просьбой открыть нам доступ к колодцу. Я чувствую, мы на правильном пути, и там что-то есть. Я уверен. Хайден Хьюз настолько близок к разгадке тайны крушения, что мы даже можем уловить его волнение. Возможно, мы имеем здесь одно из самых важных научных открытий новейших времен, прямо здесь, за нами. Но мы не можем туда добраться, до колодца, потому что вокруг него сооружена гигантская клетка, а сам он закупорен. Под бетонным панцирем скрыты улики, которые, может быть, стали причиной загрязнения окружающей территории. Ведь сегодня на этой земле ничего не растет. Если бы мы только могли спуститься вниз, раскопать колодец, мы раскрыли бы эту тайну. Мы бы выяснили, что находится в этом колодце. Установили, и есть ли там радиация, и находятся ли там обломки воздушного корабля. Ведь когда его разорвало взрывом, в колодец смогли попасть отдельные фрагменты. Большинство исследователей ищут улики только на поверхности, и не занимаются раскопками. Сейчас сложилась интересная ситуация. Мы снова вернулись туда, где все это начиналось. Прямо на то самое место крушения. С тех пор прошло много времени. Появилось множество новых историй. Пока мы не возьмем нормальные образцы грунта на дне колодца, эти истории будут распространяться и обрастать новыми подробностями. Если крушение воздушного корабля в 1897 году является мистификацией, значит, это всего лишь великолепная шутка, которую сыграл со всеми человек, написавший ту первую статью в Даллас Монинг Ньюз. Но не имея твердых доказательств, уфологи не могут ни разоблачить мистификацию, ни подтвердить правдивость легенды. Существует множество историй, которые распространяются из уст в уста и средствами массовой информации, но мы работаем только с фактами. Мы исследуем НЛО. Главное для нас однозначно доказать, что в этом конкретном случае люди действительно столкнулись с НЛО. Я так скажу, вероятность того, что здесь имело место крушение НЛО, составляет 85%. Это доказывают неопровержимые факты. А расследование крушения НЛО в Уроре в 1897 году, как мне кажется, обнажает современные проблемы уфологии. Потому что в более ранние годы скептики сказали бы просто, это был воздушный летательный аппарат, искусственный спутник, коммерческий, военный, или, возможно, засекреченный правительственный самолет. Я часто думаю, как было бы здорово, если бы у нас были подтвержденные документами случаи встречи с НЛО. И тогда к ним смело можно было бы причислить происшествие в Уроре в 1897 году. Мы убеждены, что в этом месте произошло крушение космического корабля. Мы имеем вещественные доказательства и свидетельства очевидцев, живших в то время. Все это прекрасно сходится в одну картину. Это не ошибка, не выдумка. Мои выводы на сегодняшний день таковы. В 1897 году здесь произошло что-то очень важное, но мы пока не в состоянии объяснить, что именно. Однако мы можем исключить множество версий. Это был не воздушный шар и это был не самолет. Но что это было? Я не знаю. НЛО? Это очевидно. Но откуда он прилетел? Это большая загадка. Узнаем ли мы когда-нибудь правду о случае в Уроре? Не знаю. Мне хотелось бы думать, что где-то там в могиле лежат останки пришельцев. Но возможно их вовсе нет и это легенда.